Встреча 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 К детям надо онкологии ездить, к старикам надо ездить. То есть это вот недаром, не на пустом месте все это возникает, потому что если тебе люди дают внимание, они же по сути свою жизнь на момент, когда смотрят на экран, отдают тебе. Как-то это должно иметь свой энергетический какой-то высший эквивалент. Вот так вот. Именно по этой причине, наверное, и хотят быть знаменитыми. Иначе объяснить мне это никак нельзя. В моем случае это как-то по-другому было. Вот опять же, тоже горделивый был, но я хотел быть режиссером. То есть моя слава была, должна быть так. Вот я себе представлял свою супер-мега-славу. Я поступил в Афгии, кстати, как чудо божие. Все случайно, все вот как, откуда-то. Я не мог поступить в Афгии. Я поступил в Афгии. Два раза поступил успешно, поступил, получил баллами поступил. И мы стояли, я помню, ну сколько это, это у меня первый раз я поступил, 16 лет было, на 17. Второй раз я из армии уже вернулся, это 20 лет. И 21 год, 21 год, и у меня друг был Петер Эбана. Мы стоим в 16 этаже, угол. Мы стоим на углу, ветер на нас дует. Это общага в Галушке, улица Галушкина. И мы смотрим вдаль на Москву, в рассветной такой дынке. И думаем, что мы сделаем этот мир благороднее, красивее, сильнее, что мы будем такими идеологами. И будем тайно наблюдать за происходящим с нашего посыла, как видоизменяется жизнь. То есть будем такими, как волшебниками. То, что режиссер, это главная все-таки профессия в кино, во всяком случае. Актерская, другая, актерская. Вот у меня старшая дочь захотела быть актрисой. Я пытаюсь ей объяснить. Я говорю, ну, Анфиса, сообрази, что значит быть актрисой? Во-первых, то, что ты станешь известной, это один на миллиард. То есть это такая случайность, это такая несправедливость. Это вот даже сетовать не надо. Не тратьте на это время. Вот как случилось, так случилось. Никто не за... Из тех, кто добился, включая чего-то, ну, в профессии, включая меня, это чистая вода, случайность, это только благодарить Господу. Либо вот как угодно называйте, это все стечение обстоятельств. Но, как говорят, что Бог несправедлив, но милосерден. Вот я говорю, Анфиса, ты если, вот, понять должна, что такое актер. Актеры же в театре не работают, они служат. Они говорят, служите в театре. Отдельная понятия из книг, даже не помнишь, чья, какого-то из почтенных актеров прошлых лет. Вот если ты получишь одинаковое удовольствие от того, что ты играешь «Огурец» в детском утреннике областного детского театра, уже 30 лет, ты уже давно, уже старушка, уже все прошло в твоей жизни, и ты вот кайфуешь, что ты выходишь, и ты опять «Огурец». Вот, и то же самое удовольствие испытываешь на красной дорожке Канны, ты получал главный приз, ты вот заслужил, ты супермодель, ты там, я не знаю, чего угодно. Вот если у тебя одинаковое будет отношение, и ты будешь одинаково хотеть и того удовольствия, и того, то ты актриса. Актриса — это запах, вот, это пыль портье, это миллион трудностей, это неустоявшиеся семьи, это такая неизвестная. Стоит ли так дорого платить за славу? Ну, раз эти люди платят, значит, они так любят. С ним мало очень может быть претензий, потому что русский театр — это, конечно, отдельное культурное явление. Вот так длинно я ответил. Чего? Давайте. Извините, а как вы вообще пришли к кинематографу, или что-то, может быть, вас подвигло к этому? Да. Сейчас, Кисонька. А ты потом задашь вопрос, я на это отвечу, и ты у меня как раз на два часа я растянул. Ну, вы такие активные, по пью водички. Вы не стесняйтесь, у меня задача, что я говорю, по административной линии максимально помочь вам в жизни. Вот. И я простыми, как это, как-то автомеханик буду отвечать на эти сложные. Так о чем мы любопытствовали? Ну, как вообще... Кино пришел. Я хотел быть волшебником. Я даже рассказ написал на эту тему. Я жил с бабушкой в деревне. А мама... У меня папа с мамой развелись, у них большая разница в возрасте была. Но ни их оценивать, ни рассуждать на эту тему вообще, потому что Советский Союз много что сделал хорошего, но много что сделал плохого. И поломал как-то чуть-чуть институт семьи, покорежил. Очень много было одиноких мужчин, одиноких женщин. Матери-одиночки, целое культурное явление. И сейчас это продолжается. Это плохо. Это не, значит, что-то поломано в самой конструкции. Но это было всегда, по большому счету. И мама ездила, она студентка, еще молодая девчонка, там 20, там я сколько лет, 25 лет ездила в Москву и училась там в институте. А я жила с бабушкой. И у меня окно выходило на дорогу, по которой моя мама возвращалась с автобусной остановки, которая, в свою очередь, привозила ее на электричке из Москвы. Ездила она только субботу и воскресенье. Суббота и воскресенье странно, вот как я и сейчас. Я в церковь всегда хожу субботу и воскресенье. И тогда суббота и воскресенье, это отдельно какие дни были. У каждого своя легенда суббота и воскресенье. Я сидел и смотрел, значит, на дорогу, ждал, когда мама. А потом что-то в один год местный врач построил там этот, как его, не особняк, а дачу. Ну, не дача, дом, где он жил, это же деревня и все. А рядом больница, где работал в свое время мой отец. Я очень сердился, я пожелал, чтобы у него газ взорвался, и представил, как это будет все, и как он будет сидеть на пеньке. И вот все так и произошло. Газ взорвался, это оставили, ворточку не открыли. Он сидел только вместо пива, как я себе представлял. Он пил Буратино, по-моему, какой-то тогда колокольчик, Буратино тогда, немного было лимонадов. И я понял, что я волшебник. Что как-то я цепанул вот эту штуку, неопределимую. Но вот что-то можно изменять, и можно вот прямо вот так дотошно. Но не может быть, что прямо вот... А я-то из любви к маме. Я маму ждал, а он мне загораживал. Я пришел по наивности детской, рассказал ему. Это милейший, интеллигентнейший человек, врач, который Буратино пил на этот момент, не одеколон, а этот лимонад. Он говорит, ну что же делать? Он отнесся серьезно. Он говорит, ну что же делать? Может быть, может, как ученый, не могу отрицать. Может быть. Но, говорит, ты попробуй все-таки в какой-то благостной. Я ему пообещал, что я буду, если буду волшебник, то буду добрый волшебник. Этот как он? Теперь я не серый маг, я белый маг. И класса до восьмого я был абсолютно убежден, что это возможно. Все подсказывало вокруг, что вот именно так оно идет. Просто мне что-то надо узнать, что-то надо понять окончательно. И вот тогда я смогу вот то, что я однажды случайно сделал, делать всегда. Но по-хорошему. Я понял в классе восьмом только, что это невозможно. Я нашел близко по профилю профессии, которая вот ближе всего к волшебству. Кто создает реальность? Режиссер. Выяснил, где это, значит, находится, где учится. Это я был в деревне. Я помню, что в момент, когда я решал, он был такой. Это называется французская философия экзистенциализм. Она исследует экзистенцию. То есть вот непосредственно вот это мгновение, я топнул ногой, это экзистенция. Это вот то, что сейчас произошло, и не факт, что произойдет еще. Это непосредственно происходящее. Я лечу на такой тарзанке, в кувшинке. Это старый пруд у древней какой-то мельницы. И Андрей Васильевич Косой, мой неодноклассник, он класс младший был, и сын водителя местного деревенского, кричит мне, будут что-то обыкновенное чудо скоро показывать. Фильм «Обыкновенное чудо» с Синковским, где он волшебник играет. Я отпускаю руки, лечу в кувшинки и понимаю, что, наверное, я буду режиссером. Вот так все оно и случилось. Вот так я пришел в кино. Потом меня позвали сниматься, сниматься я не хотел, я к этому так относился. Но я вот реально понимал, что Анфиса рассказывала, недавно рассказывала, что я не потяну, все это очень тяжело. Ответила я? Кисонька, а что ты хотела спросить? Я не хотел спросить, что я не хотел спросить. Всех, что и всем остальным. Быть трудолюбивым, порядочным. Идеал, я тебе, конечно, идеалы рассказываю. Что в идеале, как это должно выглядеть. И, значит, порядочным, но и мудрым. Стараться к этому стремиться, а к этому ведет миллион с этих путей. И основной путь – это просто житейский опыт. Потому что актер, как любой другой человек, работает в коллективе. Нам это очень присуще. Я говорю, здесь такая страна у нас, что мы ее недооцениваем все время. А в нашем мы одинаково хорошо и восток понимаем, и запад – да. Да-да-да-да-да-да. А какая самая стандартная зарплата актера? Зарплата? Вот ты знаешь, от минус с чем-то, если по кредитам человек живет, до миллионов. До миллионов, но, знаете как, американские могут получить за фильм 60-200 миллионов долларов. А наша максимальная, собрал фильм, кто получил, даже не помню, кто-то из актеров, ну, какой-то, короче говоря, в 98-м или 2001-м, ну, миллионов 10, миллионов 10 в рублях. Да. А почему у вас трудно стать актером? Вообще нетрудно. Я лежал на диване, ко мне пришел директор картины, говорит, надо актером становиться и ехать в Крым. Вино, девчонки и море. Я говорю, поехали. Да. А в каком-то главе, в общем-то, да, и бывали вообще спешные фильмы? В интернете, да, но я пришел. Мне звонит Пежемский. Пежемский – это режиссер, который снимал «Мама не горю». «Мама не горю» – это фильм, который любят ваши прогрессивные родители, если они прогрессивны. Значит, она немного хулиганщина, конечно, но один из таких эталонных фильмов. Я случайно снялся там, меня позвал Валерий Михайлович Приемахов, который, помните фильм? А, вы тоже видели, пацаны, вы же ничего не видели. Пацаны, посмотрите фильм «Пацаны». Там есть песня. «Я подозвал коня, хоть бы он что-то узнал меня, Взял да понес белой, да, грубою, чистой подковой звенья. Взрослым так просто все знают, они наперед, Ну, а подросток, когда он еще подрастет, поймет, Я не возьмусь за плеть, буду коня лелеть, Чтоб он понес меня белой, да, грубою, чистой подковой звенья». Такая очень душевная. А он играет дядька. Он играет такого поломанного в жизни мужика, Который помогает в лагере, директор пионерского лагеря, Для трудных подростков. И там очень трогательно. Они бегут, обязательно посмотрите. Фильм называется «Пацаны». Сняла его Динара Асанова, которая погибла потом в автокатастрофе. Одна из гениальнейших русских кинорежиссеров, женщин. Так а что это на «Маму не горит»-то зашел? Про что? Про интерны? Да. Пежемский. А Пежемский он и снимал «Маму не горит». И он мне звонил, говорит, «Слушай, а ты не хочешь сниматься в ситкоме телевидения?» А я в гиковец, в блинке, в кино. Да вы что, у меня призы зарубежные, 30 штук всю тещу отправил. Значит, дети могли убиться. Я говорю, «Да ты что, в ситкоме?» Он говорит, «Да, но ты поговори, говорит, с человеком. Слава Господь Мухаммедов, огромный казан, Очень веселый, хороший дядька. Это комедиклав. А у них самый такой сейчас рост был тогда. Тогда они были очень популярны, денег ремли много, И у них все, ТНТ развивалось. Нашли свою нишу. Он мне говорит, вот, встречаемся. Тут, говорит, вот сценарий. Я говорю, будут хлопать и смеяться? Он говорит, нет, не буду хлопать и смеяться. Я говорю, ну а как тогда? Я не ситком. Он говорит, ну не ситком. Почитайте сценарий в итоге. Почитал сценарий, сценарий мне понравился. Потом познакомился с Сашкой Ильином. А Сашкой Ильином – это сын Владимира Ильина. А Владимир Ильин снялся в фильме «Авария дочь мента», Которую видели тоже ваши прогрессивные родители. В 1986 году их классами водили. Где снялась Оксана, супружница моя возлюбленная, «Лебедица», как я ее называю. Она тогда была толстомордым подростком. И, в общем, вся, ну как любой подросток, все какашки, а я принцесса. Вот, играла такую роль. А так-то она, девочка, очень хорошая была. А к чему занесло меня? К чему вспомнили? Так вспомнили про Пежимского. В итоге я согласился. В итоге воинтерна начались. Сашка Ильин из династии, которая вот нам как родная уже и по маме, и по папе. И думал я, что будет это все, ну, серии 10. А потом это закончится. И я денег наработаю там на ближайшее время. И неожиданно там на третий, на четвертый день, это называется, как и рейтинговая планка, там хоть неистовая она, неистовая была, все напугались. С этого дня начали получать лютые деньги. Как это делается, я не знаю. Но они все были потом розовые, довольные, ходили продюсеры. И сразу это все на 5,5 лет затянулось. Как в подводной лодке. Я, знаете, поход ледовый ходил. Там же из павильона не выйдешь. Вот. Но я могу бесконечно рассказывать. Чего, кому интересно? Говори. Чем вы занимаетесь в свободное время? В свободное время я либо в Репаблику сюда хожу, либо на велике, либо читаю, либо грызу семечки от Мартина, смотрю кино, либо хожу... А? Где я это делаю? Да вы что? Значит, я всячески отрываюсь, как могу. Иногда выпиваю. Редко выпиваю. Ну, а я русский человек, конечно. Аимыч, конечно. Да, с вашего решения. А где бы вы перевоплотиться в товарища Быкова и рассказать о своих планах на будущее? Ой, нет. Это край кино. Да. Да, малыш, что ты хотел спросить? Ну, а как я перевоплощаюсь? Это пародисты умеют. А у меня другой жанр уже. Для чего вы стали актером? Я стал актером, потому что не захотел быть режиссером. Хотел денег заработать. И чтобы у меня гигантская была семья, большой автопарк, значит, большая библиотека, я хотел собаку. С собакой не получилось. У Оксаны сопли. Ну, аллергия на нее. Да, кто-нибудь еще хочет спросить? Давай, Кисенька. Какие у вас любимые предметы в школе были? Предметы? Литературу я любил. Как ни странно, я любил математику, хотя у меня она вообще дом-дом, но я вот, ну, никак. Но меня слила странная история. Вот все в жизни человеческие истории. У нас была математичка, была Васильевна. Царство и небеса, по-моему, умерла. Ну, это 747-я, на Войковской школе. И, значит, злобная старуха на немку похожа. И у нас была система такой, как вот лего, разных цветов на палочке. Вот ты один раз ответил, тебе красненькую. Или второй раз ответил, похожа тебе, желтенькую. Если ты за урок 5 набирал, тебе пятерка. Если там... Ну, и варьировалось это все дело. И она меня чмурила все время. Я в пионерский лагерь за нее не ездил. Долго не ехал. Потому что пересдавал экзамены. Это катастрофа какая для меня была. И одна же на парадонке я сижу, и кто-то кидает. А ее все не любили. Она добивалась своего. Она учила детей математики. Хоть ты убейся. И даже меня научила. Чему-то когда-то, тогда. За все забыл, короче. И в камень кинули. А я любил Высоцкого. И кто бы знал. Значит, она вздрогнула. Я ей говорю, в гости к Богу не бывает только опозданий. А она фанатка оказалась Высоцкого. Говорит, а это строка из песни. И я ей полюбился. Она стала меня спрашивать чаще. Двоих стало больше. Значит, я оставаться стал надольше. Но все это уже было под другим знаком. Да, Кисонька? Почему бы я нервничал? Говори, Говори. Нервничал. Не нервничал. Чего тебе нужно делать? Нервничал. 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 Да. Когда? Это верно. Да. Кисонька, сформулируй. Почему я нервничал? Ну, почему вы не нервничали, когда снимали с мультфильм? Я вообще не нервничал. Вообще. Это знаете как? Это вот не нервничаешь. Это ну вот что вы на концертах сами не выступали? Первые 20 минут, потом отчаяние. Почему вы были злые? Я не злой был, я был справедливый. Да, с вашего решения? Как вы относитесь к своему персонажу Выколу? Мы постарались его сделать наиболее... Ему нужны были теневые стороны. То есть вот эта вся изгня и все остальное... Знаете, как поговорка есть? Тени создают объем. И что чаще любят за недостатки, нежели за преимущества. Так и есть, честно. Мы в семейной жизни так и есть. Видели бы мою жену. Ну, значит, суть-то дела, что потом-то усталость все это берет, накрывает волной, и ты уже не очень собираешься. Ты в потоке плывешь. Вот. Кто еще что-то как? Ать! Давай. Ать! Гарри Поттер. Гарри Поттер, я вообще по нему... Давайте... Знаешь, я... Подожди, я все-таки отвечу. Вот сейчас Гарри Поттер. Сейчас потому, что он уже прошло время, он уже такая классика. Он Вася. Вася родился в год... Я когда школу эту построил, он когда Гарри Поттер вышел. И мне тоже нравится Гарри Поттер. Реально хорошая сказка. И Властелин колец. Я бы свихнулся, если бы мне в твоем возрасте показали Гарри Поттер. Я считаю, что это вот такое... Это же сказка. Она все-таки стала сказкой. Ее время сделало сказкой. Ее признают даже... Ну, да и взрослые уже... Ну, если я понял. То есть уж куда дальше ходить. То это хорошая сказка. А вообще, у меня не один. У каждого человека очень много фильмов, которые тебя формируют. Мне очень нравится «Бегущий по лезвию бритвы». Это 83-й год. Вот что-то такое. Там играет молодой Эндиана Джонс. Она тоже... Я сейчас буду тех непонятными словами говорить. Лучше я потом составлю список и поделюсь через кого-нибудь из своих детей. Если кому интересно... Все к Варе. Вот Варя должна будет знать. Я список составлю фильмов, которые должен... Вот что нам преподавали. Хотите вам в ГИКе. Я вспомню, что в ГИКе преподавали. А как преподавали? То есть каждый человек, который хочет себя считать культурным человеком и даже более того в области кинематографа, обязан будет... Обязан просмотреть энное количество фильмов, список которых я готов вам предоставить бесплатно. Наверное, это сейчас... Через Варю. Кто еще что-то спрашиваете? Да. Какое ваше имя из советских? Из советских? Я всегда плакал на, значит, белое солнце пустыни, когда Верещегин побегает. Ваше благородие, госпожа, вот это бзды не беру, за державу один. Не помните? Ай, блин! А у вас все вы сейчас выбираете? В плане бизнеса или в плане творчества? В плане творчества? Ну и если бы не давили Ричарда Третьего, а его сыграли только великие, Ульянов с нашей стороны и Хоукинс с их. Ричард Треть противоречивый, и там как раз возрастной пластик такой хороший. Ну и желательно, чтобы это как с этот дом денег дали. Ну не знаю, не знаю, честно говоря, не знаю. Это все случайность. Давай, котенок. Интерны нет. Там уже дальше некуда было шутить, уже все ситуации были обыграны. Мы бы тогда обидели тех людей, которым нравились интерны. Мы не стали работать за деньги. То есть ради денег плохо. Мы работали только, чтобы хорошо. А когда поняли, что хорошо уже дальше нельзя, нам предлагали деньги. Но мы отказались и ушли все. Давай, котенок, что это? Да, да. Можно ответить на вопрос? Квадратный корень и спик. Квадратный? 3,14? Да. Да. Да, конечно. Какой шансы вам нравится? Жанр? Да. Ой, ну вы знаете, во-первых, если отечественное, то нам равных нет в мелодраме. Потому что русская женщина – это тайна. Русский мужик – это представитель хаоса. В Архамере, там, я не знаю, это сдержать нельзя. И вот сочетание, то есть литература, культура. В плане комедии, ну, мне кажется, итальянцев равных нет. Потому что, ну, один Челентан, хотя у нас тоже комедии, но они тоже в границах человеческой жизни. Ну, вот какого-то такого бытового применения. Боевики очень хорошо делает Голливуд, но у них уже машина. Боевики вот такие же. Да, Котяна, чудо как? Какой фильм вам больше всех понравился, за то, что он будет снимать? Вот сейчас мне понравился. Он называется «Беглец». Потому что я только что в нем снимался. Может, это там 20 серий будет, может быть, ерунда будет. А может, хорошо, никогда не угадаешь. Никогда не угадаешь. Да, святое решение? Теперь на концерте вам вообще не нравится. Кто не нравится? Кто не нравится вам? Не нравится? Да. Я однажды снимал своего Алексея Учителя в Петербурге, где играл известного балеруна Жоржа Лефаря. Жоржа Лефаря. А я не читаю сценарий. Я уже снимался. Едут, как говорят, читаешь сценарий? Едут, читаю сценарий. Читаю, значит, извините, Олька, я не люблю женщин, я люблю мужчин. Ее мама родная. А я уже снялся. Я говорю, что он педик-то не предупредил меня. Он говорит, что я думал, ты ее знал. Я говорю, как? Я знал, я книгу о нем читал. Он на баронессе женился. Он жулик был. Очень интересная фигура, на самом деле. Он руководитель Гранда Пера. На тот момент самый такой жирный был театр в Париже. Самый модный, который из всех. Как наш большой, то есть европейский вариант только. Значит, когда пришли фашисты, он продолжил им руководить. Какая-то разница. Там свастики или звезды. Какая разница. Пляшет и пляшет. И когда пришло освобождение, его, естественно, тут погнали. Но в течение 10 лет он, значит, этот театр приходил в упадок. В упадок. И в итоге вынуждены опять были позвать Сержа Лефарянов. Приехал откуда-то из этого. Из замка, из этой баронессы, он пьяницей. Вот у него тут снял. Я что читал? Я не знал, что в этом фильме, почему-то он это. Я себе взял, я думаю, надо взять псевдоним. Какой-то, чтобы... Фу, это гадость со мной не знает. У меня спросили в договоре, там можно по псевдониму ходить. Псевдоним. Я говорю, да, хочу. Я очень там красивый, в смокинге. Я буду Леопольд Роскошный. Вот пусть Леопольд Роскошный. Вот это мне роль не нравится. Да. Девочка, девочка. Да, давай, давай, давай. Часто такое бывает, что... Часто такое бывает, что актеры противоположны им персонажами. Противоположны? Бывает, да, да, да. Вот Широкоис, который играл Левина в интернах, он строгий, хмурый, упрямый человек. Такой, но очень талантливый. Вот, давайте. Я хотела спросить, а какую литературу вы больше всего предпочитаете? Какие книги? Литературу? Да. Вы знаете, я придерживаюсь такого академического норматива. Ну, разумеется, там сто лет... Чего должен знать вот кто человек нашего круга? Так усредненно. Сто лет одиночества Маркеса, обязательно Брэдбери, Виной задуванчиков почитать, или там 450, сколько градусов по Фаренгейту. Ну, какой-то набор есть книг, которые я. И я этот набор дополняю. Как? Я смотрю, какие премии получили Пульса, то, что дает какая-то еще Лос-Анджелесская литературная, и в Берлине есть. И наша еще есть премия. И я читаю, что те книги, которые в премии эти получили, и которые номинировались. Потому что у меня на большее время просто не останется. Таким образом, я поддерживаю среднекультурный фонд. Если предстоит мне в какой-то великосветской компании обсудить роман Резенфорда Нью-Йорк, я с удовольствием его обсужу. Потому что именно на этот момент он такое самое... Знаете, есть кино популярное, есть книги популярные, но чуть-чуть повыше уровня. А еще выше есть музыка популярная, а еще выше есть исполнительные музыкальные популярные. Я лично был на Ойстрахе, я был на Погане, я был на Скотти Россе, я был на, если брать музыку, такой уже рок, я специально ездил в Лондон на концерт Дэнкин Дэнс дважды. Да, да, молодец. Да, ты Гарри Поттер, да. У меня есть вопрос, а сколько у вас людей в семье? Шесть, пока шесть. Да, спросите. Все пока, потому что я еще... Мало ли. Как вы относите к спорту? И слышали о киберспорте? О кибер? Да, слышал. Дело в том, что вообще у меня с электроникой тонкие отношения. Я же вырос еще... Вам тоже было бы хорошо, если вы хотите вот прям умными-умными, стругацких почитать. На этом формировалось мое поколение. Когда я понял, что я не буду учиться в Афгике, и у меня год остается до армии, смысла нет. Что я только после армии смогу прийти учиться, я думаю, что год терять? Пойду, и я поступил в 111-е училище, где выучился на оператора ЭВМ. Так что свое взаимоотношение с сетью, с электроникой, я начал с языка, ну, наверное, юникона. Потом был ассемблер, или до этого был пили один, ассемблер, много вариаций. А потом уже пришли такие вот упраздненные, ну, простенькие языки, которые сейчас упаковочные. Так что я очень хорошо это... И я понимаю, что людей, которые... У меня был друг Ян Кафин, он один из лучших сейчас программистов в Европе. Ну, у него там свои какие-то математические, но он смешной, он был в школе смешной. Мы вместе с ним пошли учиться. У меня есть друг немец, который... Ну, он сейчас сидит опять, но он банковский жулик. Все время его уговаривают всей семьей, им денег не нужны. Потому что у него богатый родитель, и он вообще в церковном хоре пел. А вообще к спорту я отношусь хорошо. Спорт дает... Самое главное, что есть, это познание себя. То есть возможность, переломаешь себя, не переломаешь, страшно, когда бьют по морду, тебе ногой еще, страшно. Ну вот, ты же тоже как-то увернуться, и после этого освобождения. Или там сделать какой-то, не можешь, в следующий раз, ну ты должен отжаться еще в следующий раз. И это боль, это вот садомаза такой над собой, когда ты переломаешь, и мотопольство. И вот нельзя же, каждый, кто занимался железками, помнит это сладкое чувство, когда мышцы вот у... Видимо, какая-то есть кислота, либо, ну, которая у нас развивается болезненно, а есть какой-то аналог, потому что, ну, вот это все приятненькое. Так что вот в спорту, во всех его вариациях, во всех вариациях эволюции человека, я отношусь очень хорошо. Да, Катяна. А концерт у настоящее у Глеба и Романенко? Сколько лет, или... Нет, концовут. Зовут Саша Ильин, из-за которого я согласился, кстати, потому что он вот такой парень, очень хороший, Лобанова, который играет. И Илья Глинников, значит, который играет Романенко. Ильюхов мне звонил, он снялся у Гаррика Сукачева в клипе. Он, значит, сейчас снимается в кино про каких-то альпинистов. С Санькой, не знаю где, у него своя панк-группа. Он поет панк. Слушайте, я его не могу, поскольку он мотюгается. Да. Какое ваше самое любимое блюдо? Блюдо, я тебе расскажу, это фантастическое блюдо. Я не... Да, в этом году я понял, что это так. Это... Мы были в Греции, я ездил на Афон. Любой православный мужчина должен был, как есть мусульмане, они идут в Хадж, в Мекку. То есть там... И после этого они называются Хаджар. Хаджар на середине, Хаджар, это там... Ну, как называется, короче. Вот. А православные едут в город Уранополис, что в переводе с гречества означает небесный город. Женщина остается в городе Уранополисе. На лодке через еще одну границу, на горе, где стоят много-много монастырей, святая гора Афон, и там две вершины. И вот на одной из этих вершин ты поднимаешься, и, значит, потом спускаешься назад, и возвращаешься в эту Уранополис. Собственно, я забыл, о чем ты спросил, пока я недавно был. И блюдо. И мы в этом Уранополисе, мы приехали, приехали со всей семьей. Девчонки остались, но там есть что еще посмотреть. Греция, красиво, море, особо никого нет. Вот, значит, мохито и все остальное, как говорится. А мы, опять забыл, о чем я говорю. Блюжа, Саканаки. Саканаки, мама, это, мама Дафна, мама Дафна. У них ресторанчики, маленький город, набережные ресторанчики, 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 сидушки, сидушки, сидушки. Один ресторанчик, этому предложение, другому. А одна мама Дафна. Это упитанная женщина, реально мама Дафна. Ее и зовут так мама Дафна. Ресторану мама Дафна. У нее упитанный, значит, такой в очочках саус. Причем выяснилось, что он в Афинах, один из мамы-моднялых диджеев. Он просто маме помогает по кухне, он носит как официант. Брат ее мужа, повар. Муж ловит рыбу, из которой брат делает, и они вообще клёдивают. Они стеклянный такой поднос, толстый. С сыром тушат королевские креветки, здоровые креветки. Это сыр и что-то еще там, томаты, по-моему. Томаты там, давай, варить. Это, ребята, я сожрал две штуки, а вообще на четверых одна рассчитывается. Я пришел как волк в мультфильме. Я понимаю, что мне плохо, реально плохо. Я обожрался, я думаю, будет очень странно, прямо вот после святого паломничества подохнуть в городе, в небесном городе, обожравшись, Саканаки называется. Кто будет там в Иранополисе, рано или поздно, если вы будете верующие люди, вы все там побываете, идите к маме Дафне, заказывайте Саканаки. Вот. Давай. А у вас есть какие-нибудь прозвища в семье? Да, меня зовут Фуник. Меня Оксана зовут Фуник, а сейчас и телефоны Фунь-15 записывает. А дети зовут, ну, чаще Эй. Я скандинавский воин Эй. Да. Слушайте, а можете на пару секунд стать таким же злым, как Бык? Я тебе еще раз объясню. Это другой жанр. Да. Да. Хотя бы быть в театре? Нет, я не могу быть в театре, потому что я киношный человек. То есть я в свое время, у меня стоял выбор, кино или театр, я выбрал кино, потому что если бы я выбрал театр, хотя я занимался в театре юных москвичей, то есть у меня был период, когда я месяцев шесть ходил честно в театр, у меня выгнали за бездарность. Потому что я завалил декорацию, и все это беда, беда, и, в общем, но за это время я познакомился вообще, понял, что такое театр вот внутри. Это же отдельная жизнь, это гримерки, это личная жизнь, связывающая актеров, актрис, режиссеров, администраторов, это хозяйство общее, это коллектив, это жизнь в коллективе. Жить в театре, это в первую очередь подозревают репетиции, читки, когда они себя читают, они же по много месяцев это делают. То есть это прямо вот... Это своего рода тоже культ. Это не религиозный, но культ. От него получают кайф. Да. Я был троечник. Да. Да. Скажите, а Оксана, она больше не хочет сниматься? Или вы ее? Нет, да вы что? Надо знать Оксану, ей запретить не тушенская девчонка, она ножом прыгнуть может. Ей запрещать нельзя, надо уговаривать. Нет, она... Я много раз пытался... Я приложил все усилия, чтобы ее растлить. Это невозможно. То есть у нее вот то, что формат мам, многодетная мать, богиня Фрея, ответственность одновременно за все, заодно и потусоваться. Она успевает, собственно говоря, и она время раздвигает. Она в день делает такое количество дел, которое я делаю в месяц. И то я устаю безумно. Вот. Мне нужна реабилитация. Вот. И я периодически, знаете, какие-то предложения говорят, вот позови Оксана. Я говорю, может, для семьи хоть денег? Не-не-не-не. Это бестолково. Не-не-не. Никак. Один раз она снялась в каком-то... А ее пригласила Катя Васильева, чтобы она снялась в благотворительном вечере. Ой, не вечер, кино, а, господи, как актер Даганки играл... Забыл, как зовут такой светленький. Какой бубараш-то. Играл оценщика, а она играла умирающую мать. А девочка, ее дочка якобы пошла куклу свою продала, и мать исцелила, и вот как какая-то вот такая. Больше нигде ее не уговорил вообще. Она не любит, равнодушно. Вообще никак. Слава Богу, да. Говори, моя мама. Говори, говори. Какой у вас знак зодиака? У меня знак зодиака. Наверное, я... Я вообще по какому... С какого зодиака? Южно-китайской, северо-китайского, тибетского зодиака, или как в ларьке? Нет. А, нашего в ларьке, который... Я этот, как его, огненная лошадь. Огненная лошадь, 66-й, я... Значит, рак и лев, а это означает методичность подготовки... Методичность подготовки преступления. Вот такая сразу же лев. Рак-то долго, основательно, а лев сразу зловещее что-то. И определенную психическую неустойчивость. Но вообще, это все чушь собачья. Знаете, как гороскопы? В чем смысл гороскопа как такового? В нас текут реки и ручейки. Одинаково, как на земле это происходит, так и в тулови. Вот эти венозные, артериальные, нейродендриды, аксоны. Это высшая нервная деятельность. И в зависимости от того, как небесное светило, на каком расстоянии, там же мизер нужен. Веса-то огромные. Мизер. От того приливы в реках, расширение вен, больше чувствительности, значит, на уровне, вот вегетососудистой, то есть в голове. И поэтому, если ты родился в ноябре, и ты гипотоник, то ты будешь как сопля. И теперь, можно это всяко оформлять. Обычно, чтобы вам продать, это оформляют так. Проездом из Сибири бабка Тамара рассказала, значит, вот нам это, что только так, знак зодиака рак, может получить там свое счастье. Ибо в те времена, в ноябре, тяжелая доля Сатурна, при него же можно много путать. На самом деле, все очень простенько. Господь нам дал один фактор познания, академическую науку, все остальное чушь. Вопросы веры стоят отдельно. Да. Да, да, да. Это правда, что вы были священником? Да, я остался. Я пока в кино снимаюсь, не могу быть священником. Служить не могу, ритуалы не могу, да. Оранжевый мне нравится цвет, да. Он яркий, это чисто спортивная фишка, чтобы ночью не сбили на велике. Да, с вашего решения. Какую музыку вы сможете? Ой, очень разную. Ну, вообще, если, в какой период, в какой период, я начал перекачивать на новый телефон сейчас музыку, я понял, что не хватит и 256 тоже памяти. И от многого пришлось отказаться. Люблю Dead Can Dance. Из старых люблю Кленнет. Люблю из Dead Can Dance Лиза Жирар отдельные проекты. Люблю Томасу Оттун. Значит, люблю контр-тенера, вот типа Томасу Андрагинов люблю. Люблю, когда-то любил Red Hot Chili Peppers. Из рейперов, ну, Тупак, наверное, но лучше, что лучше Тупака, все остальное подделка. Из Элла Фейджеральд. У меня очень разнообразная. Наверное, когда вы спрашиваете, какой мозг вы любите, и вам односложно отвечают, вам крут. Потому что, ну, не можем мы быть так стерильны, как это хрустальные вазы. Да. А из ваших? Гарика слушаю. Значит, потом, честно, если честно, слушаю Гарика, 25-17. Из вот, из тех, кто более-менее потом, как квартал, иногда, если слушаю рэповиков, у нас, кстати, очень неплохие ребята. Иностранную, Аврору скачал новую, вот из того, что не смотрел. До этого нашел для себя Индилия. Дивная девчонка, но у нее один альбом, называется Мини-Орд. До этого, ну, и много классики. У классики такой мудренный, там два японца есть, очень клевых, которые бесподобно играют в Шопен. Прям рвут. Шопен же скучная музыка. Вот если его, как его играют, а они прямо это, они делают так, что, ах! Много музыки, но в чем? Бутусова люблю и слушаю. понимаешь, он мало пишет, поэтому, я, сколько слез было выплыхано, под это, я ломал стекло, как шоколад, в руки, и резал эти пальцы за то, что они не могут прикоснуться к теме, да вы что? Я прожил такую же жизнь, как вы поживаете сейчас. Да, киска. Из звезд в школе я учился с этими, сыновьями, дочерями трактористов, завхозов, бухгалтеров деревенских. У меня была элитная компания. Все, как в хорошем английском сериале, да. Давай, давай, говори, говори, да. Я не успеваю, котянов. Я, это, блин, я даже, я знаете, что люблю? Я инстаграм люблю, потому что там все по факту. Выложил фотка, и, ну, понятно все. Вот, да. Много молодых сейчас, много выпускников Соловьевского. Сергей Соловьевский, режиссер такой, он снял фильм «Асса», что он еще, станционный, смотрите. Но он особо фильмов-то хороший, немного снял, но он выпустил целую генерацию молодых сейчас режиссеров. Егор Баранов, вот мы с ним Соловей-разгойник делали и сам. А сейчас Миша Жирневский, который снимал «Беглецов», где сейчас я работал. Правда, они чуть не ухайдукали меня, до сих пор антибиотик чел. Давай, кисенька. Сколько вам лет? 50. Мне в этом, как в вашей школе? Когда узнали, что мне, ой, родился, и давай школу строить. Или наоборот, в школу начали, стоить, а, родился. Давай. С рождения? Ни одного. С женой я пришел в кафе, чтобы съесть пончик. И вижу, она стоит с двумя бородатыми мужчинами, и у каждого с них по пончику. Я подхожу со своим пончиком. Я говорю, вот мало, а мне поразилось, что она похожа на какой-то персонаж была, знаете, из этих, у Грюмряка, фильм старый, где наследница приваловских миллионов, плаще в каком-то вязаном, такие мелкие каблуки, рожа слая, тощая, глаза горят, пончик хочет. Я, значит, а вы мазали, не предприниматель, а я на мотоцикле приехал. Нам с вами романтическую поездку по Моначальной Москве. Она говорит, ну да, почему бы нет, если вы обещаете меня привезти домой. И в итоге, ну да, домой себе привез, но 20 лет уже не хочет назад ехать. Вот, Троица Лыкова. Да. Из мультиков. Ой, ребят, мультики очень люблю. Мультики, вы знаете, как вот, есть писатели, предположим, да, а есть сказочники. Писатели как грязи, а сказочников «Пять земляковков». Вот те мультики, которые смотрели мои дети в детстве, многие смотрят еще и сейчас дети. А многие еще и не видели, как трио из «Менвилля», я знаю, видели, не видели. Так что, я мультики, когда приглашают, я с удовольствием всегда иду. А меня на ледниковый период однажды позвали, я был очень счастлив. Я вот в этом, что я не эти фанеры никак, я его разделил, ничего. Да, Кисенька, чтобы рука не отмерзла. Да, давай, давай. А, Кисенька, а вы хотите, что с вами больше в актера или режиссера? В актера, конечно. Режиссер, сейчас непонятно вообще, почему я не режиссер? Он режиссер самое главное в кино. Он жертвует всем, включая собственную жизнь для того, чтобы создать некий продукт. Его никто не уважает, и он ничего не получает. Те, кто пойдут в режиссеру, сделают великую вещь. Но абсолютно самоубийствуют для себя. Это как в кодексе самурая. Если можно выбирать между чем-то и смертью, всегда выбирай смерть. Да. Кого с машиной? Машина? У меня три. Я же рассказывал перед этим, что вот я хотел быть волшебником, и тогда-то я как на... А где варите? Хонды. Да, у нас семья большая, нам надо, чтобы удобно, много возить. Хонды и один микроавтобус. А Хонды одинаковые, о чем мы с Оксанкой едим. Мы всегда одинаковые. У нас Нивы сначала были, у нее зелененькая, у нее синенькая, потом Волги были, у нее беленькая, у нее черненькая, а потом уже, ну вот, все как-то беленькая, синенькая. А сейчас одного цвета коричневого. Да. Теперь девочка пусть, пусть девочка, неудобно девочку. Марка машины? Я знаю, я отвечу, есть прекрасная, красивая машина, она у меня была, но я был вынужден ее продать, чтобы купить вот эти хозяйства. Я отказался от мечты ради семьи. Вот это самая главная жертва, которую я сделал в жизни. Это называется Хонда легенд. Ну, Хонда, как легенда, она седа, это прекрасно, это нельзя описать. Вот это самолюбимое. Да, малыш? Если вас спросите, кого вы можете играть, героики, это злодея, это злодея? Значит, играть злодея значительно легче. Потому что злодей пользуется таким, как отрицательное обаяние, и его уже не изначально, ну, не предназначено, что его любить должны. А если его все равно могут любить, как Джокер, предположим, ну, за что любить его, ну, за артистичность его. А героя играть сложно. Я бы выбрал, сложно, я бы выбрал героя. Потому что, смотрите, я внешне, но никак не герой. Половина букв я не выговариваю. Чувак, я уже жизнью помотанный. Ну, что бы как раз героя не сыграть? Да. Какого самый любимых фильм? Ну, их полно, вот уже спрашивали, их очень много. А любви, наверное, о любви. Ромео Джульетта. Ромео Джульетта, вот когда еще с маленьким в небе, и так кто там, Леонид Ди Каприо, к ней, там саундтрек писал кто-то известный, ну, в общем, за Феррелли, за Феррелли, ну, что-то такое. Гарри Поттер мне очень нравится. Мне очень нравится Властелин колец. Мне очень нравится, ну, из таких, чтобы точно вот оставил, Бидлджуус. Все творчество, это Тим Бартон, Тим Бартон, все по-разному. Это Бидлджуус, это Семейка Адамс, это или Семейка Адамс и Тим Бартон. Но вот мне нравится такой жанр тоже. Много, много, человек всегда много, да, с вашего решения. Какие главные принципы вы применяете в воспитании своих детей и как вы распределяете между женой и собой? Значит, дети знают, что в случае крайней ситуации забивать, вести, закапывать и засыпать из вёздкой буду я. Не хотя, но буду. И поэтому всю остальную часть переговоров проводит мать. А я просто... Тяжёлая активность. Да, я вот когда, ну совсем уж это как вот бессмысленно. Оксана находит тысячу слов. Вообще дети меня обманывают. Потому что у меня пока приказа на уничтожение нет и я... Я ничего, как. А как вам откажешь? Ну папины дочки, мальчики, опять же, обижаются, что девочки же они нежнее. Ну, правда, и мальчики папины, мамины сыночки тоже. Всё. Я даже ревную. Да. Как бы вы отмели отмельки Мадонова? Я бы назвал тем словом, которое вам запретили писать на стенах школы. Потому что у нас два варианта. Либо безудержная это шифонера а-ля рюс, то есть типа ёлки, нашим детям портят вкус. Либо какая-то беда, что всё пропало, милиционер сначала изнасиловал, потом убил, потом съел другого милиционера. После чего пустил свой ботинок плыть по ручью. И он плыл 40 оставшиеся минут. Это называется авторское кино, подделка под авторское кино. Ну вот беглец сейчас выйдет, он когда в апреле сейчас птица выйдет там с дивной девочкой из Голоса Малевская, Дуся Малевская. Она девочку туберкулёзную играла, а я спивающегося туберкулёзника коробка довольщика. И вот, ну, если мы как ноябрь, ноябрь сейчас уже, в этом месяце, наверное. Давай, Малачич. Можно я вас спросить, как вам, например, вы ходите там в магазин, вас многие люди замечают? В общем, вы все, а как? Я же двигаюсь. Ну, вообще-то, Кимра, я вам скажу, это такая беда вообще. Сорок раз подумаетесь, оно может, и оно финансово нормально, а вот, ну, жизни нуль. Надо в лесу, я живу как вампир. Для меня хорошо. Сумерки, ночь, скорость, а чтобы не успеть сфоткаться, значит, и желательно безлюдные, кладбище подходит, вот такие же. Да. Не-не-не, у нас соседи тоже стрёмные, все. Да. Вы бы хотели, чтобы ваши дети пошли по вашему стопаду? Нет, нет, не хотел бы. Почему? А потому что, во-первых, они разные, да у каждого свой путь, а мои стопады, собственно говоря, они не смогут, в армии уже так сейчас не служат, проекты уже все другие, у них другой букет талантов, нежели у меня, то есть у каждого человека не один талант, а их несколько, задача педагога, мне кажется, заключается как раз в том, чтобы в ребенке выявить, кто он, собственно говоря, является на самом деле, и дать об этом понятие, и то, что называется мотивация, мотивировать, чтобы он дальше уже начинал развиваться, может быть, где-то слабинку он дает в литературе, но там в математике, заберет явно его, у него высокоточный ум, у него там филигранник, да, сейчас, ну давайте, давай, я сам гвейник, я не туинту, давайте с вашей решением, а? Какой-то ассистик? А? У вас есть живота? Подох кеннер Варя хранила, и сейчас у меня какая-то рыбка, агрессивная, дожирает остальных рыб, она выросла, и оказалось, что это совсем не, не этот, как-то его назвали, симпатичный, не симпатичный чувак, а что-то другая порода какая-то, барышня, давайте спрашивайте, я, а то я, у нас сегодня... Какой-то ассистик, для беда российской мультипликации? Российская мультипликация сейчас, к сожалению, вынуждена кормиться от того, что она копирует довольно простым методом, американскую. Это вот Серый Волк, и все остальные, все равно это недоработанные, хорошие американские мультики. У нас тупо не хватает мощностей, потому что для того, чтобы не только нарисовать эти картинки, но и обсчитать их, нужно размером с эту трибуну камень, в компьютер. То есть это все дорогостоящие, а он есть. Можно в Бельгии это дело сребровать, но это дорого, это сразу в два раза дороже. А с учетом, как мы ходим, мы же ходим как в 50-е. Я вчера ходил на Доктора Стрейджа, что я не пошел на наш отечественный мультик? Ну, потому что пока они не соответствуют, вот у них нет такого. Мы не должны по блажке самим себе давать их. И не надо переживать, что у нас плохо развивается. Но раз плохо, то удачно. Значит, нет огонька. Когда-то наступит, что будет огонек. Да. Пойдете на новый фильм Гарри Поттера? Обязательно пойду. Обязательно пойду на Гарри Поттера. Меня Вася поведет. Когда он заговаривает о Гарри Поттере, я его боюсь. Да, с вами. А я же в Геленджике. Я снимался туда, в начале Кавказа. А детки нет. Они же кто по институтам, кто по новому. Вот и в школе две штуки у вас. Я думаю, что все будет нормально. С учетом того, что уже эти икемоты или вот эти японцы были, ходячий замок, как его зовут. Уже эти мультипликации такого достигло концептуального уровня, что люди знают, куда могут развиваться. У нас не хватает тупо железа и денег. И они не рентабельны. Как их сделать рентабельными, бог его знает. Да. К российскому футгулу. Ну, мне кажется, что его нужно запретить. Нужно запретить, оставить. Я вообще против таких вот, где не видно, чем играют. Как только это превращается в бизнес, как только люди начинают играть за деньги, а не за это. Опять же, вот вопрос, как вот экономически. У вас идет форум или акция какая-то. Нужно трезво осознавать, что вы не можете, если вы верующие люди или порядочные люди, не могут давать им за... Ну, не мзду, а работать на процент, за процент другого человека. То есть это, по сути, грабит, наживаться на чужом горе. Давай так, да, но это не бизнес, это непонятное развитие. Вас, каждому из вас, нужно в творческой области искать. Потому что, еще раз, рано или поздно будет война. И от мальчиков потребуется только одна способность убивать, а девочек только одна возможность рожать. До коротких мгновений все остальные будут забиты. Вот только для этого нужно и готовиться. Да. Да. Мне предлагали за рубежом, значит, но там, в силу обстоятельств, я не поехал, подумал и слава богу. Не знаю, честно говоря. Если предложить, я же практичный человек, сколькими я смогу помочь здесь, если заработаю больше денег? Если у меня появится зазор, те деньги, которые я смогу отдать для онкологического, вот на кошельке мы ездим сегодня еще куда-то, или там в Тушино есть, там дом престарелых, или еще, ну, много куда можно. Еще нет. Я с удовольствием, мне не привыкать, лишь бы не купаться зимой. Потому что я вот недавно купался, мне вообще не понравилось. Да, слушайте. А это, простите, можно вот этот молодой человек? Да. Ребята, скажите, а вот актерство такая сложная профессия, приходится вкладываться эмоционально в роль, в график. Откуда вы черпаете энергию, и вот как вы черпать, можете дать совету? Спасибо. Не смогу, ребят, навру. Могу дать советы, что надо ставить себя в обстоятельства, когда уже выхода нет. Когда ты оказываешься перед четырьмя страницами текста, и тебе надо в течение 20 минут проговорить, и вокруг тебя 50 человек, кто-то настраивает аппаратуру, кто-то заряжает звук, и холодным потом обливаясь, я в жизни не мог стих запомнить. В жизни. Меня Дед Мороз избил, когда я пытался прочитать ему, реально, он и мир вы не выдержали. Я читал, в лесу родилась елочка, а дальше хоть-то убей. Он избил меня Дед Мороз в свое время. А там вот в интернах много читал. Да вот странность такая. И я не актер, и у меня методологии никаких не было. Меня же не учили так уж, что с канави, а знал примерно. Надо себя ставить в обстоятельствах смиряться внутренне и не бояться быть смешным. Потому что вот веселая звонка и нотка есть в каждом из нас. Мы должны ее не стесняться, мы должны ее находить. Такой здоровый сплин тоже нужен, но здоровый, чтобы, знаете, мне бесслизистый, как говорите. потому что когда человек все соплю, ему все не нравится. Но это прекрасно, это возраст, 20 лет, тубер, как это, тубер, тостный какой-то период. Химия. Нужно детки трезво осознавать, будучи реалистами, что дети это просто недоразвитые взрослые. Все. То есть вы вырастите, и вы будете со странностью смотреть на своих детей и удивляться, как они могут думать что-то иначе. Это, в общем, принято. А после того, как вы это принимаете, все, так вы смиряетесь. Но раз так, почему бы не съесть и тортик? Вот простыми словами, и ты в актерской профессии точно так же отдаешься. Ты приходишь, ты согласился, ты подписал договор, ты должен сыграть этого человека, ты должен, значит, и эстетически, это чтобы было интересно людям, и тебе технически возможно. И как это происходит? Фигуру знает. Никаких. Наверное, только опыт. Вот только опытным путем. Бывает так, что люди дико неорганичивы. Вот бывает отсутствие таланта, но 99% можно выучить. Технически можно выучить. А вот девочка там, далеко-далеко-далеко, девочка. Да, давай. Громче, ай? Да, я прошел всего сталкинга, я знаю, как начинался в Архаммере. Я вообще, я монстр. Ай? В ГТА играть не надо. 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 Что-то я не полюбилась. Но, значит, в Counter-Strike все обгрыли, значит, ну, в общем, все шутера практически, да. Я тоже его нашла. 1.6. 1.6 в том числе. Я еще люблю, я люблю версии, это, как, архаичные версии, которые еще запускали, в свое время были такие, я не знаю, сейчас есть какая-то компьютерная салон? Есть, чтобы дети собирались, и не только дети, а такого уже нет. У нас была целая культура, у нас в подвале, в соседнем доме, помещение, как правило, студенты брали в аренду, там 10 компьютеров, тоже, видать, в аренду, и детки, в одном конце детки в контурстой гоняют, или еще чего-то, а в другом конце дядечки, тетечки оформляют документики, им помогает администрация, ну, такой, и можно было пивко, там, соки, всякие штучки, а сейчас это уже нет. Есть еще, да? Да! У меня была любимая, в Крылатском называлась Нирвана. Я вон, как я висел в Нирване. Сейчас. Давай. Дай кисенку. Да, вот это здорово. Это мультики, это хорошо. Все, пожалуй, я думаю, что детский мозг, вот взрослый мозг, может выдержать 77 минут. Детский 33. Так что, я и так вас измочил. Храни вас Господь. Давайте последний вопрос. Я плохо знаю русский. Все остальное, я думаю, смысла нет. Если я буду состоятельный человек, либо в обстоятельство, мне найдут переводчика с диалектов. То есть, я вообще могу, как хочу, самому запоминаю, если я буду в обстоятельство, где-то вот я пожил в Америке на месяц. Через две недели я уже свободно, в принципе, говорил на английском. Ну, конечно, без Шекспира, но я понимал, говорю, и быстрая речь. А жил в таком стрёмном, стрёмном я районе. Вот. Всё, спасибо, потешу, а то меня там такси ждёт. Всем удачи, всем реализации. Субтитры создавал DimaTorzok